Приветствую вас и в первую очередь хотел бы сказать так. Поскольку информации о себе вы предоставили минимум, то давайте будем исходить из того, что последовательно разбираться с возможными проблемами, препятствиями на пути построения отношений с мужчинами. Первое. Что вы можете дать мужчине как женщине? Что вы хотите ему дать? Это нужно понимать, чтобы оценивать здраво свои достоинства и то, почему мужчина будет именно с вами. Почему вы отличаетесь от других? Второе. Какое место в отношениях вы готовы заниматься? Лидирующие отношения вам не равноправны. Советовым мужчинам вам необходимо подбирать именно исходя из этих соображений. Дальше. Следующее. Это ваши сильные и слабые стороны уже просто как человека, мы сейчас не говорим как женщина, как человека. Какие у вас достоинства? Какие недостатки? Над достоинствами нужно работать, чтобы их развивать. Над недостатками нужно также работать, чтобы минимализировать их негативные последствия. Это очень важно для того, чтобы вы осознавали себя как лично, как партнер. Дальше. Следующее. Это кругозор. То есть, возможность поддержать темы. Возможность общаться на самые различные темы. Чем больше их тем, тем более интересен вы человек, тем большее количество диалогов вы сможете поддерживать, тем больше шансов, чтобы встретить своего молодого человека, что вы покажетесь ему интересной и тем самым привлечете его внимание. Далее. Это самоуважение достоинства саможенка, которые проявляются и укрепляются при наличной деятельности, не связанной с личными отношениями. То есть, это учебно-рабочая деятельность, это творческая деятельность и социальная деятельность. В каждой из этих сфер вам необходимо развиваться, необходимо проявлять в себе, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, реализующейся личностью и полноправным социальным индивидом, который занимает свое место в обществе и успешно отыгрывает роль в нем. Если в какой-то из этих сфер у вас проблемы, то нужно разбираться, почему они, и искать пути решения. Далее, необходимо работать над подальше себя, то есть понимать, что мужчине интересно, что мужчине нравится, что ему интересно, и, собственно говоря, стараться поддерживать, особенно на начальных этапах, на первых этапах, именно его интересы. То есть понимать, что мужчина хочет, что ему нравится, что его интересует, и пытаться разделить с ним эти интересы. Далее, для мужчины необходимо быть загадочным, то есть вести себя уверенно, с достоинством и так, чтобы мужчине хотелось вас познавать, чтобы мужчине хотелось вас завоевывать. То есть независимо, двусмысленно, загадочно, непонятно. Следующее. Мужчине нравятся плавные движения, то есть когда женщина двигается неторопливо, плавно, но в то же время уверенно, гибко и так далее. Соответственно, над хореографией своего поведения также нужно работать. Следующее, о чем хочется сказать, это внешний вид. Вам необходимо выглядеть так и одеваться так. Естественно, в рамках ваших возможностей. Чтобы нравиться мужчине, чтобы вызывать у них симпатию, чтобы вы, в первую очередь, нравились самой себе. Если будете нравиться самой себе, то и с мужчинами проблем у вас не возникнет. Вот примерно так нужно двигаться в решении вашей проблемы. Если какие-то препятствия на пути достижения каждой из обозначенных всех целей у вас имеются, пишите в личку. Пообщаемся, поможем вам их преодолеть. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...